Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем, кто присоединился в эти минуты к нам на канале России. Будьте здоровы! Как же актуальны сегодня звучат эти слова. И в нашей программе речь пойдет сегодня о здоровье. С вами Галина Леева. Не переключайтесь. Мы вернемся в студию сразу после прогноза погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Ну что ж, друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И сейчас я, пожалуй, попрошу остаться у телеэкранов, представительниц слабого пола, потому что речь сегодня пойдет о женском здоровье. И с большим удовольствием я приглашаю вас к знакомству с нашей гостьей. Лариса Олеговна Урчукова, врач-гинеколог Хаббиска районной центральной больницы. Доброе утро, доктор! Доброе утро! Спасибо большое, что в своем плотном графике нашли время. Пришли к нам в студию, потому что та тема, на которую мы с вами будем сегодня говорить, очень актуальна. Понятие здоровья, оно как никогда стало неотъемлемой частью нашей жизни за последние годы. И пожелание доброго здоровья, оно уже не такое банальное, каким было, ну, может быть, даже лет пять назад, правда? А уж тем более здоровье женщины, его нужно сохранять с самого раннего возраста. Об этом будем говорить, о здоровье наших девочек и о здоровье тех женщин, которые готовы поступить уже в свой элегантный возраст. Как вам кажется, почему мамы, особенно на Кавказе, вот в нашем регионе в частности, ну, не стремятся показать своих подрастающих дочек-гинекологу? Почему это стало, ну, плохим тоном, что ли? Люди боятся огласки какой-то, неправильного толка. А тем не менее, здоровье девочки с точки зрения гинекологии формируется ведь с самого раннего возраста. Да, и в первую очередь хотелось бы сказать о том, что девочку, когда она появилась на свет, в первую очередь осматривает врач-педиатр, не анатолог. Это в родильном зале. Затем, когда мамочка выписывается с ребенком, ее осматривает врач-педиатр, когда совершает патронаж новорожденного. Затем ребенка в первую очередь надо привести в возрасте трех лет к гинекологу, к детскому гинекологу. К сожалению, у нас ничего подобного не происходит, потому что если девушка, женщина, мать, молодая в возрасте отведет своего ребенка к гинекологу, неважно, в три года, в семь лет, в пятнадцать лет или в шестнадцать, первый вопрос у соседей, у сотрудниц на работе будет, зачем, почему, значит, с ней что-то не так. И мне кажется, зачастую женщины боятся именно вот этого вопроса, который они могут услышать от своих родных, близких, друзей, сотрудников на работе. Они боятся и как-то стараются избегать темы даже полового воспитания, полового развития своих детей. Девочка формируется и принимает такую вот женственность. Если это не сопровождается наступлением менархии, наступлением менструации, то мамочка должна задуматься, почему моему ребенку пятнадцать лет, а этого еще не пришло, почему это еще не наступило. Вот это, наверное, первый звоночек, когда маме стоит обратиться со своим ребенком к гинекологу. Либо второй момент, если она начала менструировать, как положено, все было хорошо и замечательно, но начались экзамены, например, самый первый у нас тяжелый, это в девятом классе после УГЭ, если наступили экзамены и на фоне стресса, например, она сдала первый предмет, первый экзамен прошел, а менструация пропала, и она больше не пришла. Вот в этот момент ребенок, в первую очередь, должен рассказать об этом маме, и мама должна отвезти ребеночка к гинекологу. Давайте развеем страхи у мам, у которых такие уже подрастают девчонки. Поход к женскому гинекологу, это не значит, что врач будет смотреть на кресле. Да, конечно. Почему мы можем смотреть на кресле, если женщина, девушка живет половой жизнью? Зайдя к гинекологу в кабинет, первый вопрос, который спрашивает, живете ли вы половой жизнью, что вас беспокоит? И когда девушка отвечает, нет, не живу, то это только осмотр наружных половых органов, и все. Дальше вы рассказываете о своей проблеме, например, о том, что больше нет менструации, и гинеколог вам объясняет о том, что есть такое заболевание, как функциональная гипотологическая минорея. Это когда на фоне стресса, смены, например, поведения какого-то в обществе, то есть, например, она вела пассивный образ жизни, стала активной, либо наоборот, если она стала голодать, потому что хочет похудеть, чтобы понравиться мальчику, это все может привести к тому, что у нее пропадет менструация, которая за собой может повлечь такие последствия, как, например, бесплодие, или еще что-то вроде нарушения гормонального фона. Опередили мой вопрос, я тоже хотела спросить о том, как это может отразиться на будущем материнстве. Да, безусловно, если девушка не менструирует, естественно, беременность у нее тоже не наступит. Есть девушки, которых не беспокоит данная проблема, они могут так ходить годами, пока не выйдут замуж, например, не задумываются, ой, а почему бы мне не забеременеть. Либо есть второй момент, когда у девочки, например, очень болезненные месячные, а мама ей говорит о том, что у меня так же было, у тебя пройдет, у соседки так было, у тебя пройдет, замуж выйдет, пройдет. К сожалению, не пройдет. Есть такое заболевание, как эндометриоз. Это хроническое заболевание, и 50% женщин с ним рожают, а 50% не рожают. И часто он сопровождается вот такой хронической тазовой болью. Поэтому мамам надо обратить внимание на то, когда их дети жалуются, что у меня болит, я не могу пойти в школу. Самое главное для девушек и молодого возраста, и элегантного возраста, когда они не должны терять качество жизни. Это самое главное. Вот и все. Но вы знаете, если мне сегодня хотя бы одна из барышин скажет, да мне все равно, как я выгляжу, даже там, как вы говорите, в элегантном, вот не поверю. Я тоже. Потому что любая женщина до конца своих дней хочет оказаться, хочет быть здоровой прежде всего, ну и, конечно, привлекательной женщиной. Она достигает определенного возраста, и вот оно, так называемая менопауза. К сожалению, на сегодняшний день так мало информации по той заменяющей терапии, которая может продлить женский возраст, что, увы, женщины, вступая в этот период, очень часто испытывают, ну, самые разнообразные симптомы, которые отражаются на их образе жизни. Вы как доктор, я сейчас просто не берусь все это перечислять и давать характеристики. Опишите, пожалуйста, что нам надо знать, прежде чем вот настанет тот самый возраст, когда вах, и свалится все это, как снег на голову. Ну, как сказать, в первую очередь, наверное, это сокращение менструации. Когда у вас сокращается менструация, вы понимаете, что, если это после возраста, например, 45 лет, вы понимаете о том, что вот у мамы, кажется, когда-то тоже в таком же возрасте пропали, у моей подруги, и вы понимаете о том, что вы ближетесь, как у нас говорят в народе, к климаксу, к менопаузе. Перед менопаузой всегда бывает период переменопаузального перехода. Это когда вы еще можете менструировать, вы все такая же красивая женщина, у которой есть эстрогены, какие-никакие, но какое-то количество все равно есть. И вы понимаете, что скоро это с вами случится. И очень многие женщины этого боятся, но на Кавказе у нас к этому относятся ничего страшного. Прошло и прошло. Но их мучают такие симптомы, как приливы жара, потливость. Женщины начинают набирать вес, и им кажется, что либо это от контрацептивов, которые они принимали до, либо вот от гормонов, на которых сейчас посадят, как они говорят, они тоже наберут вес. Но это все не так. Как только вы замечаете подобные у себя симптомы, надо обратиться к гинекологу. По идее, вы каждый год обращаетесь к гинекологу в силу онконастороженности, о том, чтобы знать, что с вами все хорошо и вы здоровы. Но когда появляются вот такие симптомы, и вы обращаетесь к врачу, к своему или к любому другому, обратившись к гинекологу, вы должны рассказать об этом, и у вас проверяют анализы крови. Смотрят на соотношение ваших гормонов в организме, а затем подбирают вам менопаузальную гормональную терапию. Это не страшно, как многие у нас боятся. Наоборот, это все медицина идет вперед и направлена на то, чтобы женщине стало легче, чтобы она не чувствовала вот этих вот тяжелых приливов, этого жара, этой потливости, и качество ее жизни никоим образом не ухудшалось. Вот, менопаузальная гормональная терапия подбирается каждой женщине индивидуально, после определенного обследования есть специальные клинические рекомендации, которые все обосновывают, все объясняют, что и как мы ими апеллируем, как врачи-гинекологи. И, впрочем, облегчаем женщине жизнь. А есть такое понятие противопоказания женщин? Да, есть. Очень прислушиваются? Да, надо. Я сталкиваюсь часто с таким, что назначьте мне, пожалуйста, препарат, но я не хочу ничего сдавать и обследоваться. Вот это самое главное, что к чему, как врач, не должен идти на поводу вот таких вот просьб, неважно, это сестра, тетя, подруга или какой-то просто пациент, который к вам обратился. Мы всегда должны быть ответственны за жизнь тех пациентов, которые к нам приходят. Потому что, в первую очередь, менопаузальная гормональная терапия – это онконастороженность. Она не вызывает рак, если мы все правильно подберем и обследуем женщин. Вот. Ну, вот сегодня, я надеюсь, нас увидит та аудитория, на которую, в принципе, нацелена наша сегодняшняя беседа. Вот чтобы вы посоветовали нашим телезрительницам, которые вот 45 плюс, как говорила потрясающая Людмила Гурченко, мне 45, а все остальное – это моя харизма. Так вот, чтобы не перепутать харизму со здоровьем, вот как поступать? На самом деле, все врачи – акушер-гинекологи. У нас одна специальность – акушер-гинеколог. Он должен обладать такими знаниями, как ведение беременности, там, ведение послеродового периода и ведение вот этого периода у женщин, когда ей нужен подбор менопаузальной гормональной терапии или заместительной гормональной терапии. Но сейчас есть специалисты, которые проходят еще какие-то квалификации для того, чтобы считаться гинекологом-эндокринологом или специалистом по менопаузальной терапии. На самом деле, это любой гинеколог может оказать эту помощь, и кого-то определенного искать не надо. Самое главное – посещать гинеколога один раз в год, делать маммографию, сдавать мозочки на онкоцитологию, знать, что с вами все хорошо и спокойно, и подбирать грамотную терапию. Есть терапия гормональная, есть, когда наступает возраст, и уже эти гормончики пить, в общем-то, запрещаются. Если наступила менопауза и прошло уже 10 лет, менопаузальная гормональная терапия не назначается. Если мы говорим о заместительной гормональной терапии, то здесь она назначается женщинам, у которых преждевременная недостаточность яичников. К сожалению, есть женщины, которые могут и в 30 лет вступить в менопаузу так называемую, и, к сожалению, их яичники уже не проснутся. Поэтому им назначается заместительная гормональная терапия. это немножко другое, чем менопаузальное. С этим женщина тоже, к сожалению, сталкивается. Поэтому посещение гинеколога, даже если ничего не болит, актуально. Вы оперирующий доктор. С чем чаще всего, как правило, приходят женщины к врачу? И в каких случаях они попадают на операционный стол? Женщины попадают, например, часто, если у них было такое заболевание, как миомоматки, и они за ним не следили, они могут, не наблюдались у гинеколога, не посещали, не получали никакую терапию и даже не наблюдались. В таком случае они уже попадают с кровотечениями, с анемиями на операционный стол и вынуждены оперироваться уже тотально. То есть им удаляется и матка с придатками. И второй момент. Я находилась в центре, где проходило свое обучение по лечению эндометриоза. Это вот тяжелого хронического заболевания, болезни 21 века. И хотелось бы сказать о том, что не все, к сожалению, врачи говорят этим девочкам. Он может быть в любом возрасте. Мы никак от него не застрахованы. 50% женщин, как я уже говорила, с ним рожают. И часто приходят женщины, у которых бесплодие. У них бывает 1, 2, 3, 6 операций по поводу эндометриоза. У них бывают кисты яичников. И у них у всех сниженный авариальный резерв. И, к сожалению, этим девочкам не рассказывают о том, что есть такая возможность, как заморозить свои яйцеклетки до любого оперативного вмешательства. А потом в нужный момент их просто использовать. Потому что, к сожалению, с каждой операцией и с наличием этого заболевания, когда вы не получаете терапию, потому что вы боитесь гормонов, снижается авариальный резерв. Я видела девочку, которой было 19 лет, и у нее антимюллеров гормон составлял 0,01%. То есть со своим биологическим материалом беременность у нее уже не наступит. Поэтому хотелось бы, чтобы, наверное, мои коллеги рассказывали, что у нас сейчас есть такая возможность даже в нашем городе. Есть возможность в соседних городах о том, что мы им должны рассказать, да, мы вас прооперируем. У нас прекрасное оснащение, мы все можем прооперировать. Мы вас прооперируем, но, пожалуйста, давайте мы будем работать вместе с репродуктологами. Мы заморозим ваш материал, и вы станете матерью. Надо давать надежду. Хотя бы пытаться. Лариса Олеговна, такой вопрос. Я понимаю, что все нужно делать вовремя в этой жизни, в том числе и мамой становиться тоже нужно вовремя. И, в общем-то, мы всегда спорим с подругами, с их дочками в том числе, что, ну, и рожать ребенка тоже нужно, ну, хотя бы лет до 40. Хотя, наверное, уже не до 40. Ну, по моему скромному мнению, наверное, лучше, если бы они были до 30-35 лет. Объясню, почему. Если я глянусь назад, у меня мама, например, рожала в 20 лет. Мне сейчас 27, и у меня нет еще детей. И я даю себе отчет в том, что, и как врач-гинеколог, что после 35 лет, нравится нам или нет, качество наших яиц и клеток ухудшается. Оно снижается. И после 35 лет, когда мы становимся впервые мамой, наша беременность не протекает так легко, как, например, это бы прошло в 20 лет. Почему? Потому что к нам присоединяются любые сопутствующие заболевания, какие-то хронические. Мы можем осложниться такими... Течение беременности может осложняться такими заболеваниями, как гистационный сахарный диабет, повышенное давление. То есть очень много факторов, которые, к сожалению, снижают течение этой беременности и послеродового периода. Поэтому, наверное, я понимаю всех девочек, которые не хотят в 20 лет замуж. Прекрасно их понимаем. Мы сейчас все живем в 21 веке и хотим, наверное, карьеры, какого-то твердой какой-то почвы под нашими ногами. Но есть такая замечательная программа, как отсроченное материнство. Я думаю, что всем девочкам надо желательно знать свой авариальный резерв, заморозить свои яйцеклетки. К сожалению, на Кавказе это не актуально, но если кто-то может, то можно заморозить свои яйцеклетки и, по крайней мере, свой материал, который у вас был в 20 лет, использовать в 35. Почему бы и нет? А вот такой биоматериал может быть использован суррогатной мамой? Если это ваш материал, то есть, к примеру, вы с супругом поженились, и у вас есть, например, такое заболевание, когда у нас маленькая матка, неразвитая часть влагалища, например, одна треть. И, к примеру, вы вступили в брак, вы живете, но у вас есть свой материал, у вас есть свои яйцеклетки, то вы можете, например, обратиться в клинику суррогатного материнства и использовать свой материал. К сожалению, с декабря 2022 года в Российской Федерации не разрешено суррогатное материнство с донорскими яйцеклетками. Если у вас свой материал, то да, пожалуйста, поможет помочь женщина, которая выносит вам ребеночка, и все будет хорошо, это будет ваш ребенок. Но с донорскими это невозможно. Поэтому женщинам, у которых наступило преждевременно недостаточность яичников до того, пока они стали матерью, к сожалению, им сейчас невозможно помочь. Наверное, кому-то да. А вот я смотрю, как сегодня развивается медицина, какие государственные программы направляются на материнство, детство, на здоровье женщины. Ну, ребят, ну прям вот... От нас, по большому счету, требуется очень мало. Просто следить за своим здоровьем и все сделать в свое время. Да-да-да. Самое главное – это обследоваться и четко понимать, что первый раз, наверное, становиться мамой в 45, ну, это будет тяжело. Это будет тяжело, и надо все-таки об этом думать, ну, чуточку раньше. И все. Доктор, вы окончили один из престижных медицинских вузов. У вас была возможность остаться, наверное, в каком-то большом городе и строить свою карьеру немножко по-другому. Тем не менее, вот Карачаево-Черкесия, Хабецкая районная больница. Имея, в общем-то, довольно приличные возможности, вы не пошли, ну, может быть, немножко неправильно прозвучит, вверх по карьерной лестнице, а приехали в Карачаево-Черкесии, сейчас работаете в районной больнице. Ну, на самом деле, я раньше говорила, что я никогда не вернусь. Это правда. Я думала, что я останусь в большом городе, что вот это вот мое. Но у меня есть один замечательный друг, который мне всегда говорил, ну, кто-то же должен остаться в нашей республике, кто-то должен заботиться о наших жителях, и я никогда отсюда не уеду. Наверное, во мне тоже проснулось что-то такое, и я верю. У нас есть прекрасные больницы, хорошее оснащение, у нас трудолюбивый народ, который... Я видела этих хирургов и этих врачей, которые тоже стараются, они работают, они пытаются помочь, и мне кажется, почему бы и мне не стать одной из них. Я хочу помогать своему народу. Это так здорово, потому что мы наблюдаем немножко другую картину, когда наши выпускники школы уезжают в большие города, получают там хорошее образование, и, увы, не возвращаются в родные. Наверное, из-за возможностей. Ну, все понятно, что индивидуальные истории, но я очень рада, что вы в числе наших докторов, и спасибо вам за это. Вот на базе той больницы, где вы сегодня трудитесь, какие есть возможности, какого рода операции вы можете проводить? Ну, у нас есть амбулаторный прием, где мы, в принципе, можем познакомиться с женщиной и вылечить какие-то, например, простые заболевания, вот, по типу инфекций, передающихся половым путем каких-то, и также мы проводим скрининги рака шейки матки. Это обязательно. Это на амбулаторном звене. Ведем беременность и все-все-все. Что касается оперативной деятельности, то здесь практически все, кроме, наверное, эндометриоза какой-то тяжелой степени по типу третьей-четвертой. Это все-таки Москва или Питер. А так у нас проводят также экстерпации матки с придатками. У нас миомы оперируются, кисты яичников, нематочные беременности. Любая маточная патология. Мы также оперируем пластики, что сейчас очень актуально для наших женщин. В принципе, весь объем операций мы выполняем и пытаемся помочь женщинам. Я знаю, что в вашей личной жизни тоже случилось. Наверное, одно из самых важных событий для женщины. Я поздравляю вас. Спасибо вам. Чтобы ваша семейная жизнь сложилась счастливо, чтобы вы всегда улыбались, чтобы глаза сияли таким приятным светом, который согревает тех, кто рядом с вами присутствует. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что вы были нашей гостьей сегодня. Я надеюсь, что вопросы о женском здоровье не будут для нас с вами закрытыми. Мы с вами... Для этого есть, в принципе, все возможности. Мы можем встречаться и рассказывать. Я недавно в поликлинике на двери одного из хирургов увидела, если вы ставите себе диагноз в гугле, то и лечение получаете в Яндексе. Чтобы такого испорченного не было телефона, лучше приходите к нам. Мы будем из первоисточника слышать все рекомендации, все пожелания наших докторов. Это будет здорово. Завершая нашу программу, я хочу сказать, что у нас в гостях был сегодня врач-акушергинеколог Лариса Урчукова. Мне остается пожелать вам доброго здоровья. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.